здравствуйте друзья вопросик у нас на дорожку меня с утречка как на работе в штатах решаются технические вопросы вот например устроился на свою первую работу в сша новый иммигрант войти ну например тестировщик хороший пример такой пришел первый день на работу что потом он будет делать его будет кто-то все рассказывать и показывать или нет все самому надо ходить узнавать как руководитель контролирует и дает ему задание как оценивается качество работы а если это не тестировщик а например сисадмин принято ли спрашивать вопросы у коллег если долго не можешь решить какой технический вопрос много ли времени уходит на поболтать во время рабочего дня или все не вылазят от монитора работают весь день не общаюсь как можно проявлять инициативу как происходит процесс в первые недели работы на первой работе в сша штатах вот такой можно сказать даже не один вопрос и даже не группа может сказать крик души ну давайте значит первый раз в первый класс значит очень многое зависит от того в какую компанию по размеру вы пришли потому что компания большая там гораздо больше расписанности всего на свете порядка больше я бы сказал даже иной раз такой бюрократии много вот компания маленькая там естественно все такое неформальное никто ничего на бумажке не писал серьезного процедуры не утверждал там и так далее это все так как бы предполагается что на ходу все решается оперативно в принципе когда человека на работу берут особенно начинающего то как бы ответственность начальника состоит в том чтобы ввести человека в курс дела это это их задача они знают это они они понимают что они должны какую-то работу произвести направить там на вопросы ответить там ну как то вот тем более если начинающий да даже если это синер какой-то приходит все равно его нужно ввести в курс дела но если мы про тестировщика говорим то ему надо ответить на вопрос даже если он его не задавал да но ему надо ответить на вопрос как он должен разобраться с тем программным продуктом которые он тестирует ну если у вас так совсем идеальные условия то там могут быть какие-то там требования requirements могут быть всякие описания там вербальные дан там есть много типов документов которые которые там в идеале были бы вот но в компаниях небольших и даже в больших где работает бригада там в аджайле в таком суровом может ничего этого не быть то есть у них есть какая-то документация но реально ее использовать например для того чтобы понять что это за софтвер невозможно поэтому например стартапах или вот в таких вот компаниях они предпочитают брать людей постарше вот синеров берут они начинающих потому что нет нет условий для введения их в бой и времени нет я вам скажу такую вещь вот если мы посмотрим на 90-е годы и вот сейчас прошло 20 лет я сравниваю потому что во первых я работал сам в то время во вторых у меня школа же с 94 года я сравниваю как в компаниях берут людей и как они с ними обращаются вот в середине 90-х в конце 90-х они совершенно спокойно брали людей которые не очень там скажем в курсе но имею ввиду научиться сейчас так понимаете с этим плохо стало потому что им надо чтоб сегодня вот уже чтобы сразу ну научиться да уже так не очень работает потому что некому учить с тех пор стало очень много аутсорсинга стало очень много такой работы знаете когда но почти круглосуточно что-то происходит вот если они в индии а вы тут а если еще в бразилии понимать одновременно с этим вот и вот начинается какой-то круглосуточный процесс поэтому уже у людей времени и сил не осталось последняя рецессия сначала вот рецессия связанная с обвалом интернет-бума вот в то время а потом вот последняя рецессия привели к тому что люди ну как бы опасаясь потерять работу или там понимая что вот такая ситуация стрёмная они как бы приняли приняли более тяжелые слова и условия работы вот скажем риэлторы приняли комиссионные не шесть процентов опять там на покупке там продажи домов да значит вот инженеры там компьютерщики да вот они приняли там скажем не такой сильно ненормированный рабочий день с большим количеством сверхурочных это стало нормой это не было такого такого уровня нормой допустим 20 лет назад и вот это вот круглосуточность какая-то странная такая поэтому приводит это к тому что статистически такой сдвиг произошел я не говорю что в каждой компании обязательно но вот существенный такой сдвиг в эту сторону поэтому нет времени на ввод в бой как бы новых сил и вроде люди нужны и и тоже не возьмешь любого потому что скажем если ты чувствуешь что нужно на него время потратить нет времени теперь но на другом немножко говорим да вот кто ему в первый день покажет вот я помню пришел на работу в компанию lotus lotus development corporation я там тестировал был такой мощный email продукт назывался сессии mail это был по тем временам крупнейший сам номер один email в мире но это было еще в эпоху до интернетов ского email так вот громадное здание там целый этаж там вот но неважно вот мы сидим менеджер уезжает вот я в среду с утра вышел там девять утра а он в полдень уезжает но я уже синер правда нет не совсем начинающий я уже синер и он значит говорит майкл говорит он мне в 9 утра и никого больше нет я единственный team member сайте вот я я и он все он мне говорит майкл говорит он я через три часа уезжаю на две недели в командировку если вопросы есть задавай сейчас и значит я первым делом его спросил как в бактрекинг систему значит я бы давай на формочку посмотрим чтобы у меня была ясность и там действительно было пару мест которые были не очевидны совершенно в этой бактрекинг системе я ну просто если я уже пишу сообщение об ошибке делаю чтобы я как бы не вызывал негативной реакции у программистов которые с этим работают мне это было важно я в тот момент недооценил куда попал потому что это компания большая и он уехал значит через три часа а а мне дали место там ну там компьютер стоит и все дела и тут я соображаю что у меня значит логина в эту бактрекинг систему нету у меня имейла корпоративного нету у меня вообще ничего нету но вот кроме тумбочки значит я начинаю соображать что надо бы мне все это получить а он уже уехал и в маленькой компании все было бы просто а тут большая я начинаю ходить по этажу и спрашивать людей вокруг кто тут сисадмин и они как-то странно на меня смотрят как-то так куда-то неопределенно пальцами там показывают в итоге я нашел его я нашел сисадмина и он минут 20 со мной разговаривал как бы с претензией на то что это вообще не он ну то есть ему не хотелось со мной иметь дело и опять по правилам большой компании безусловно он со мной не должен разговаривать мой начальник должен послать заявку там он там возьмет эту заявку отработает ее создаст там сети как положено по правилам но начальника нет я до этого не работал в таких больших компаний стартапах больше вот короче я его нашел я говорю ну давай он ведь да что же такое когда уже он сознался что это он да что же это такое год почему твой начальник мне заявку не оставил я могу ну послушай говорю когда начальник вернется ты ему скажешь ягода мне же две недели работать надо я ничего же я тут сидеть-то буду вот ну и он в общем с горем пополам так нехотя там так далее поэт я просто какая-то письмо читал у меня много-много разных историй в голове происходил в принципе вы когда приходите первый день на работу а еще лучше во время интервью или там скажем когда оффер обсуждается вот на этом уровне еще до того как начали работать но можно и в первый день вы говорите начальнику если у меня вопросы какие значит я кому задаю да кто у нас first line of defense на мои вопросы начальник может сказать вот там есть у тебя там senior там вася будешь его спрашивать начальник если это небольшая команда вот такие обычно не очень большие коллективы там может быть там 5 человек 7 10 может быть трое вот начальник он меня спрашивает даже не стесняйся все я я там на все вопросы отвечают и так бывает это все так вот неформально но есть как бы сказать другая сторона этого всего сторона этого состоит в том что вы не можете задавать вопросы за пределами той команды которые которые руководит ваш менеджер вот у вас есть менеджер так и у вас возник вопрос вы не можете пойти к программисту и задать ему этот вопрос вы не можете выйти в коридор и задать вопрос вы не можете посторонних людей вопросами занимать почему потому что это создает впечатление того что чипу человека нет менеджера то есть это такой вот как бы человек сам по себе менеджер плохой менеджер не умеет работать если его сотрудники ходят там по офису и задают вопросы где-то там то есть у него в команде нет достаточно экспертизы и нет организации то есть в этом смысле надо быть аккуратненьким поэтому если вы не хотите нарываться ни на что значит вы менеджеру задайте вопрос прямой вот когда есть вопрос кому задавать безусловно есть неформальное общение вот вы можете на ланч пойти там с девелоперами там вообще в команде и вам девелопер что-нибудь расскажет интересненько я например предпочитал всегда ходить с девелопером пришли от них такого наберешься потом ходишь неделю думаешь нифига себе сказал да и так это голова крутит это очень здорово и я считаю но но это неформально значит формально другая тонкость состоит в том что нельзя людей донимать такими вопросами которые ну как бы на вашем уровне экспертизы должны были бы решаться вами лично без привлечения там посторонних у нас был смешной случай вот на форуме ну как смешной по-своему смешной на форуме говорим про вес там был такой парнишка никнейм у него на форуме был from минск проминк саша его зовут вот саша приехал к нам учиться потом он вернулся в сиэтл он был из сиэтла и там первая работа у него была в майкрософте там на небольшие денежки там на 18 долларов в час чего-то он тестировал но он до этого работал в каких-то механических мастерских и в этих механических мастерских была четкая установка пока начальник не сказал можно ничего не трогать руками не прикасаться кнопки не нажимать вообще ничего без предварительного одобрения не не делать и он как-то усвоив вот эту модель это была его первая американская работа да он же попадает на вторую уже в майкрософт и продолжает в этом ключе то есть у него когда какой-то вопрос он идет и задает его ну потому что мало ли чего и в итоге через месяц его отправили оттуда ему начальник послушай на твоем уровне а он всего 18 долларов получал ты там софтвер там тестом какой-то там два или один там с каким-то номером он там был он говорит ты должен быть более самостоятельным да он и был более самостоятельным он инженер грамотный инженер по качеству между прочим там он качеством кранов занимался до этого поэтому он очень грамотный парень и когда эту работу потеряла после этого девелопером стал что интересно но это неважно я просто чему рассказываю что что понимаете значит нельзя людей задалбливать простыми вопросами что такое простой вопрос это такой который в их в их понимании вы должны были бы сами найти ответ на него вот поэтому палка о двух концах да есть еще один момент если вы опасаясь задавать вопросы какую-то какую-то неприятность создали например вы потратили много времени вместо чтобы задать вопрос получить ответ тут же и и продолжать работать а вы там допустим потеряли время ничего не сделали и так далее если это становится системой все и люди видят что вы так как-то это периодически делаете если вы один раз что-то такое там ступили нет никто и не заметит но если это система то есть такая проблема что человек вместо того чтобы задать вопрос его не задает понимаете как получается вот палка от двух концах один конец палки что он задает слишком много вопросов вместо того что самому мозгами крутить вторая палка что он не задает вопрос вот понимаете вот есть экстрим один есть экстрим другой вот как только вы это поймете да значит так жизнь станет еще сложней потому что непонятно где граница того экстрима или этого но ничего страшно но поработаете чего вот значит имейте ввиду что люди которые вас берут на работу они думают о том по заключим сейчас про америка они думают о том что у вас надо ввести в курс дела и это их ответственность и они это знают и их начальство тоже это знают это часть работы вот значит менеджера который нанимает нового сотрудника вам могут такую ориентацию произвести могут там по компании провести там познакомить с кем-то обычно это и не упомнишь там говорит хай 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 это майкл он у нас сегодня первый день будет тестировать хай майкл и пошел дальше значит ну дальше вы можете сесть с менеджером и провести такой более предметный разговор он даст вам документы которые есть он там позвонит кому-то чтобы вам дали доступ там к тому к чему надо иметь доступ он скажет вам какие планы там на ближайшее время и что от вас ожидается вы можете спросить это совершенно нормально спросить даже во время интервью я уже не говорю там когда вы начали работать но это уже более предметный разговор когда начали но вы спрашиваете бегать послушай я такой человек который все делает основательно и как бы хочет чтобы им были довольны значит ты мне скажи сейчас да вы вот как вы значит смотрите как вы судите человек что он соответствует не очень соответствует там сильно соответствует да я не хочу английскими словами просто говорить так я коряво может быть но то зато по-русски вот как как вы оцениваете да и вы можете послушать у меня к тебе просьба если я что-то не так делаю ты мне сразу скажи давайте поставьте их сразу в позицию когда они в ответе за то что вы чуть не так делаете но вот это очень не сказал вот ну то есть это на самом деле создают хорошее впечатление о человеке это не просто лоботряс который пришел там и сидит ему на все наплевать а это человек который да да хочет чтобы им были довольны да стараются и готов ради этого делать именно так как надо и так далее то очень неплохое качество насчет того чтобы поболтать в рабочее время вас выгонят просто выкинут и и не надо этого делать значит здесь люди на работе работают поболтать вы можете во время ланча где-нибудь вот сядете там в кафетерии или там ну где-то есть места где можно поболтать например вот я помню время когда еще люди читали бумажные газеты и вот мы приходим в офис а я приходил рано там часов 8 15 утра я приходил ребенка в школу забрас забросил и в школу и в офис 8 15 я прихожу там кафе-машина стоит ну такая еще примитивная по тем тех тех времен значит и там значит с темно-коричневым ободком там с оранжевым там кафе-нейтед декафе-нейтед значит люди делают с утречка кофеёк журнальный столик стоит стульчики вокруг и там лежат свежие газеты значит в основном народ там ну кто чего смотрит кто кто про спорт по полистает кто там про бизнес там публиковались такие мелким мелким шрифтом сводки с фондовых бирж там и так далее да вот если ты допустим следишь за парой-тройкой значит акции значит вот там пошел с утра посмотрел за этими акциями так далее еще интернет не было вот и вот в это время можно поболтать конечно если вы в рабочее время зашли на кухню там небольшую кухоньку там налить себе кофейку и там кто-то в это время тоже налил себе кофейку наливает себе кофейку можете там что-то коротенько ну очень коротенько ну там на 15 секунд не на 10 минут нет избегайте еще знаете чего избегайте того чтобы найти соотечественника и публично с ним говорить по-русски так чтобы другие люди это слышали это обычная такая манера русская на тени сядут где-нибудь вот там допустим в том же кафетерии сядут за стол там три-четыре человека и давай по-русски орать а вокруг сидят люди китайцы не говорят при этом по-китайски там вьетнамцы по-вьетнамски или там я не знаю иранцы по-ирански или индусы по-индуски там все говорят по-английски но вот эти сядут начинают орать там рука им махать это не не симпатично смотрится вам может быть даже и замечание никто не сделает но в общем это не это не не симпатично я это часто видел поэтому так как бы хочу сказать что не надо у меня проблемы с солнцем падающим на объектив выключаем движок все значит давайте глянем не забыл я чего поболтать у меня тут один был знаете он спрашивает скажите говорит можно ягод да как у вас тут с тем чтобы в течение рабочего дня там халтурку делать налево я у меня просто глаза на лоб вылезли знаете ну хорошо что спросил но вообще сам факт того что люди такие вопросы задают он конечно удивляет не ну ничего мы привычные ты чё меня можете чё я как доктор знаете можете все все что угодно спросить как как можно проявлять инициативу ну так чтоб не уволили а то бывает знаете начинает инициативу проявлять всех достал его и уволили часто бывает вы лучше инициативу будете проявлять когда поймете куда попали как там все дело функционирует и тогда вот а а до этого не надо как происходит процесс в первые недели работы на первой работе в сша но вот я рассказал примерно я примерно рассказал мне кажется вот если там еще не рассказал бы тогда скажите я еще расскажу